вот друзья у нас огромный вольер для страусов и страусы тоже здесь огромные почему вот олег алексеевич еще и дает саванне отдохнуть потому что любая территория должна отдыхать вот в этом вольере он хоть и огромный видите страусы довольно таки сильно утоптали его и уже травки в нем сейчас не видно ну вот конечно потеплеет будет права вот старые кустики травы видны но тем не менее уже не так густо как раньше вот они гуляют великаны птичьего мира огромные ребята не самые умные из птичьего мира но самые сильные потому что в африке даже проводят соревнования гонки на страусах вот до чего сильные эти птицы ходят не спеша выискивают камешки они как и большинство других птиц камешки им необходимы для хорошего пищеварения так но вот этот страус ты меня извини конечно дружок явно хочешь ты получить угощение но все следующий раз я тебе принесу обязательно сегодня сожалению нет такой возможности вот они прихорашиваются красавцы эти молоденькие но вот яйца все таки не высидела несколько яиц осталось пустышек но это часто бывает и у вот чек кто из сельской местности знает что обычно под курицу ложат 15 яиц по-разному но высиживает она далеко не всех самочка прилегла может быть приглашает этого красавца присоединиться к ней или просто прилегла так вон они за страусами тоже очень интересно наблюдать в принципе как и за всеми питомцами тайгана не зря те люди которые любят наблюдать любоваться животными они говорят что одного дня не хватает для тайгана здесь нужно действительно задерживаться возле каждого вольера любоваться ими наблюдать за сценками из их жизни это на самом деле очень интересно и очень захватывает если так пробежаться от вольера к вольеру то да и полдня хватит а если именно вот наблюдать за ними любоваться ими вот получить настоящее удовольствие от общение с питомцами тогда действительно надо останавливаться в гостинице и селиться в парке вот тогда можно будет получить полное удовольствие удовольствие